Добрый день, уважаемые коллеги! Мы, как и договаривались, сегодня обсудим перспективы развития отечественной экономики на ближайшую перспективу. Я жду конкретных предложений по мерам, которые помогут нам обеспечить стабильный экономический рост, максимально застраховаться от негативных колебаний в мировой экономике, снизить риски спада производства в ключевых отраслях и стимулировать деловую активность. Напомню, что на свечении в начале года мы обращали уже внимание на тревожные тенденции в глобальной экономике, которые проявились во второй половине 2012 года. Как видим, эти тенденции продолжаются. На прошлой неделе мы поднимали эту тему в ходе встречи с председателем правительства, да и вчера вечером, днём, так достаточно подробно уже об этом вдвоём поговорили. Сегодня хотели бы послушать и экспертов, и представителей правительства. Напомню, что по итогам 2012 года экономика еврозоны снизилась на 0,6% пункта. Непростое положение складывается с долговыми обязательствами отдельных стран еврозоны. Правда, в последнее время определённые положительные сигналы в этом смысле имеются, но тем не менее ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим, какие методы решения долговых проблем применяются в отношении отдельных стран, имею в виду Кипр, где применяемые меры, по сути, подрывают доверие к финансовой системе. При этом у экспертов нет однозначного мнения о том, как скажутся такие экстраординарные действия на дальнейшем развитии событий в Европе, какими будут долгосрочные последствия. Негативные тенденции проявляются, к сожалению, и в регионе АТР, который прежде демонстрировал очень хорошую динамику, даже несмотря на проблемы глобальной экономики это было. Серьёзные меры для оживления национальной экономики предпринимает правительство Японии, прежде всего за счёт беспрецедентного увеличения денежной массы. Некоторые снижения темпов роста есть и в Китае. Непростая ситуация в Соединённых Штатах. Да, аналитики делают довольно оптимистические прогнозы. США пошли на значительное сокращение расходов, и пока нельзя точно оценить, какой будет эффект для экономики США. МВФ, например, в своём последнем исследовании понизил прогноз по американскому ВВП на 0,2%. МВФ также пересмотрел в сторону уменьшения прогноз по темпам роста мировой экономики, с 3,5% до 3,3%. Мы должны быть готовы к тому, что спад производства и кризисные явления в мировой финансовой системе могут отразиться, да, собственно говоря, мы видим, уже отражаются и на нашей экономике. В прошлом году её рост составил 3,4%, однако этот показатель был обеспечен в основном за счёт хорошего старта в первой половине года. Со второй половины экономический рост стал тормозиться, прежде всего из-за ухудшения внешнего спроса. Кроме того, неуверенность бизнеса привела к увеличению оттока капитала, снижению инвестиционной активности. Замедление отмечалось по большинству макроэкономических показателей. По итогам первого квартала у нас перестал расти индекс промышленного производства. На 4,5% сократились объёмы экспорта. В начале года отмечен, хоть и незначительный, но всё-таки рост безработицы, хотя она, конечно, остаётся, слава богу, на рекордно низком уровне пока. Если в первом квартале 2012 года рост ВВП составил 4,8%, то в четвёртом – 2,1%, а по итогам первого квартала 2013 года – вообще 1,1%. Как результат, Минэкономеразвитие пересмотрело прогноз по росту экономики на 2013 год, понизив его до 2,4% ВВП. И это при высокой цене на энергоносители. И я хочу обратить ваше внимание. 2,4% – это ниже, чем рост мировой экономики. У нас такого уже давно не было. Ещё раз подчеркну. Всё это – тревожные симптомы. Вместе с тем, не хочу драматизировать ситуацию излишне. У российской экономики достаточный запас прочности. Несмотря на усиливающуюся волатильность мировых рынков, цены на нефть и другие ресурсы остаются достаточно высокими. У России серьёзные золотовалютные резервы. Надёжную подушку безопасности создают бюджетные резервные фонды. И, что также важно, реальные доходы граждан не снижаются, слава богу, а продолжают хоть постепенно, но всё-таки расти. Есть и положительные экономические показатели. Так, если в начале текущего года промышленное производство вообще не росло, то в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2,6%. Многие аналитики считают, что во втором квартале экономический рост должен восстановиться. И сегодня важно определить, как, за счёт чего мы сможем его стимулировать, придать большую уверенность участникам экономической жизни. Часть решений, прежде всего, среднесрочного характера, уже принята, в том числе это мера по улучшению инвестиционного климата, развитию финансового рынка, и все они должны быть реализованы в срок. Вместе с тем, повторю, надо сделать всё необходимое, чтобы обеспечить стабильное, устойчивое развитие российской экономики, принять комплекс мер для стимулирования экономического роста. И в этой связи обращаю ваше внимание на несколько принципиальных моментов. Первое. Многие предлагают разогнать экономический рост только за счёт бюджетных мер, и для этого изменить бюджетные правила. Однако очевидно, что для решения поставленной задачи нужны не только бюджетные меры, да и в случае изменения этого бюджетного правила мы столкнёмся с определёнными рисками, и сидящие вот сейчас здесь, за этим столом, прекрасно эти риски осознают. Хотел бы услышать ваше мнение на этот счёт. Второе. Это развитие инфраструктуры. В первую очередь, транспортной и энергетической. Мы с вами уже не раз отмечали, что её отсутствие – это серьёзные препятствия ограничителя роста экономики её темпов. Для наращивания инфраструктуры часто не хватает так называемых «длинных денег». В своё время мною было дано поручение рассмотреть возможность долгосрочного инвестирования за счёт средств Фонда национального благосостояния. Правительство с этим согласилось и должно было предпринять соответствующие меры, предложить соответствующий механизм. Просил бы сегодня доложить, что сделано. Третье. В условиях текущего замедления роста экономики повышается риск того, что доходы бюджетов субъектов Российской Федерации окажутся ниже запланированного уровня. Мы совсем недавно об этом говорили, достаточно подробно вникали в эту ситуацию на одном из совещаний в регионе Российской Федерации, применительно к проблемам ликвидации аварийного жилья. Но говорили в целом о доходах бюджета в том числе. И в этой связи, конечно, возникают вопросы с возможностью исполнения их обязательств, прежде всего в социальной сфере. Давайте и по этому вопросу тоже поговорим. Я жду ваших предложений на этот счёт с тем, чтобы мы и обязательства выполнили, безусловно. Их никто не отменяет, и отменять не собирается. Я хочу, чтобы все это понимали. Но и чтобы не подорвали экономическое и финансовое состояние регионов.